Обязательно пишите размер сразу в заголовок вашего объявления, вот сюда, в title. То есть, чтобы человек сразу видел, чтобы он уже изначально был готов к тому, что он хочет приобрести. Вот я зашел, и где размер? Вот он, 20-25 сантиметров. Его еще надо найти. Вот сюда вот куда-нибудь пропишите. По структуре заголовка здесь тоже есть вопросы некоторые. Понятно, что сейчас, если мы начнем заполнять объявления на Авито, то нам по умолчанию он набросает вот что-то вот такое, такую вот интересную информацию. Картина маслом, холст, горный пейзаж, эльбрус, цветы. То есть, как бы набор, некоторый набор слов, который не позволит, собственно, заинтересованному человеку найти точно вашу работу. Структура заголовка должна быть более конкретная. То есть, у вас на картине что изображено? Эльбрус, правильно? Первично. То есть, ваша работа должна называться картина эльбрус. Прежде всего, да? Потом, может быть, уже там более общая. Это типа горный пейзаж, да? Или там картина с горами, да, горы. Потом размер. Ну и, соответственно, там дальше уже холст. Например, если это на холсте работа. То есть, первично, что изображено? Обратите внимание, вот на этот момент всегда, друзья. Потому что это самая распространенная ошибка вообще всех, кто выставляет свои работы в интернете. Что изображено на картине? Картина маслом никто не ищет. Я вас уверяю. Просто в силу своей специфики, я вебмастер, я вижу запросы поисковые всех, кто так или иначе в нашу галеррию в том числе приходит с поиска по запросу. Всегда запрос конкретный. Что-то человек ищет. Что-то конкретное. Никто не ищет картину маслом. На холсте тем более. Вот так вот. Что вы ищете? Я ищу картину маслом на холсте. Что изображено, вам не важно. Вы ищете картину маслом на холсте. Согласитесь, это не совсем правильно. Ну и поставьте себя тоже на место покупателя.